Сегодня я покажу вам корейскую косметику Мидми. Моя кожа комбинированная и проблемная. Гель для умывания шалфием мне идеально подошел. У продукта гелеобразная текстура с мелкими гранулами, в которых находятся витамины В, С и Е. Аромат ненавязчивый, пахнет травами. Отлично очищает без стягивания. Кожа после данного геля мягкая, словно шелк, увлажненная и с выровненным тоном. Аромат тоника немного ярче, чем у геля. Прекрасно увлажняет и успокаивает кожу. После использования тоника поры становятся значительно меньше. Аромат сыворотки похож на гель для умывания. Консистенция гелевая, но не вязкая. Приятно распределяется по коже. После высыхания немного липнет, но не критично. Если использовать все три продукта сразу, то уже после первого применения кожа становится более здоровой, упругой и однотонной. Следующее, что хочу показать, это продукты с гибискусом. Крем с гибискусом и пептидами лично для моей кожи лица оказался плотнее, чем нужно. Я использую его для шеи и рук. А вот тонер с гибискусом мне подошел идеально. Он быстро впитывается, несмотря на гелеобразную текстуру. Аромат у данного средства невероятно приятный. Подобных духов в формате масла я раньше не встречала. Для меня данный продукт оказался идеальным. Стоит заметить, что текстура не оставляет липкости на теле и не пачкает одежду. В составе средства находятся гиалуроновая кислота и природные эфирные масла, которые поддерживают защитный барьер кожи. Я заказала два аромата. Один из них со сладкими нотами спелого апельсина, дико насыщенной туберозы и флердоранжа. Второй со свежим кипарисом, благоухающими розами, а также с нотами темного дерева и теплого мускуса. Помимо этого я заказала легкий крем для рук с еле уловимыми нотами гибискуса и розы. Крем отлично справляется со своей задачей. Кожа после нанесения выглядит ухоженной и увлажненной. Бальзамы для губ меня тоже приятно удивили своим качеством и эффектом. В составе данных средств множество полезных масел, которые очень быстро впитываются и не чувствуются на губах. Эти бальзамы сейчас являются моими фаворитами.